Всем привет! С вами снова Татьяна Чернова. И это вторая часть урока по созданию фотоманипуляции Нимфа. Теперь я буду менять цвет платья девушки. Я выделяю платье, копирую его на новый слой для удобства коррекции. Создаю корректирующий слой заливка цветом, режим наложения умножения. Следом корректирующая кривая. Сливаю корректирующий со слоем с платьем и зарисую получившимся розовым цветом лямку платья, а также те места, которые не затронуло выделение. Новое платье розового цвета, естественно, также отразится в воде. Оно и отразилось, но выделением я затронула и часть растительности. Это нужно исправить, поэтому я залью черной маской мой получившийся розовый наряд и проявлю лишь на платье и на его отражении в воде. На новом слое в режиме цветность я нарисую рефлексов от розового платья. Начинаю прорисовывать цвета тени на девушке. Затемняющая кривая. Заливаю черной маской и осторожно прорисовываю в начале тени моей модели. Прохожусь по коже, по складкам платья. Не забыть прорисовать глаза, брови и губы. Вот здесь видно, в каких местах я прорисовала тени. Осветляющая кривая. Прорисовываю светлые участки. Утрирование и прорисовка светотеней создаст эффект рисованности картинки. Способов много. По кривым, по средне-серому слою инструментами осветлителя-затемнитель, либо режимами кистей, по пустым слоям в контрастных режимах. В основном это слой в режиме мягкий свет, либо перекрытие. Не существует абсолютно лучшего способа. Они все хороши по-своему. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Здесь скопировала корректирующий слой с осветляющей кривой. Понизила прозрачность. Это даст дополнительное осветление. Дорисовка волос девушки. Это достаточно долгий и трудоемкий процесс, поэтому я не буду в этом уроке подробно об этом рассказывать. А если вы хотите научиться рисовать волосы, узнать все мои секреты и тонкости в рисовании и коллажировании волос, то рекомендую ознакомиться с моим уроком «Рисую и коллажирую волосы», который подробно, целиком и полностью посвящен этому процессу. Рефлексия от окружения на девушке. Можно добавить дополнительно света на модель при помощи стиля слоя «Внутреннее свечение». Образую новый слой из созданного стиля слоя. Тащу его поверх всех обтравочных, заливаю черной маской и проявляю лишь в некоторых местах. Также прорисую немного дополнительного света на новом слое в обычном режиме. Рисую по контуру, совсем немного. Особо усердствовать здесь не нужно, иначе можно излишне замазать модель. Сливаю эти два слоя со светом в один. Копирую этот получившийся слой, размываю по гауссу достаточно сильно, снижаю прозрачность и снова сливаю. Режимами кистей можно подрисовать макияж. Кистью в режиме «Цветность» розовым цветом подкрашиваю губы. А режимом умножения рисую ресницы и углубляю тени на веках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаю ретушь девушки. Кистью в обычном режиме осторожно замазываю неровности кожи. На новом слое в режиме «Мягкий свет» еще немного «Доченберна». Нужно сгладить эти упрямые жесткие тени. Выборочная коррекция цвета. Делаю нейтрально и теплее. Кривая затемняю, заливаю черной маской. Затем проявляю на теневых участках. Начинаю работу с передними планами. Дрова. Вначале размою по гауссу, но совсем немного, чтобы она не была такой резкой. Затем вернулась к девушке, поправила цвет платья. И снова трава на переднем плане. Кривой затемняю, запираю слой и довожу дальше до идеала. Рисую свет, углубляю тени, обозначаю блики. Цветы. Действия такие же, как и в случае с травой. Вначале произвожу цвета и светокоррекцию. Затем запираю слой с цветами и режимами кистей отрисовываю. Я буду размывать слои с травой и цветами, но вначале перевожу эти слои в смарт-объекты и только потом размываю по гауссу. Слой, переведенный в смарт-объект, даст возможность в любой момент зайти в настройки фильтра и изменить его. Далее буду править цвет и добавлять последние штрихи моей картинки. Выборочная коррекция цвета. Детально подтягиваю цвета. Цветовой тон насыщенность. Я тонирую всю картинку в тепло-оранжевый цвет. Перевожу этот корректирующий в режим мягкий свет и снижаю его прозрачность. Это даст теплого контраста картинке. Цветовой баланс. Добавляю красного в тени, голубого в цвета, а в средние тона немного зеленого. На новом слое в обычном режиме и кистью с очень маленьким нажимом я нарисую свет. Очень осторожно, стараясь не замазать, я рисую поверх контура девушки. А также можно порисовать поверх лилий. Впоследствии размою этот слой по гауссу. Следом идет еще один слой со светом, но уже в режиме мягкий свет. Рисую, но уже на тех местах, которые освещены более ярко и там, куда я хочу поставить легкий блик. Такие нехитрые манипуляции еще более углубят объекты в калаш, а сделают работу более атмосферной. Можно добавить текстуру лучей. Можно добавить текстуру лучей. Додж Берн пространство поверх. На затемняющей кривой прорисовываю теневые участки. На осветляющей – света. Корректирующая экспозиция. Меняю гамма-коррекцию. Заливаю черной маской и прорисовываю на дальнем плане. Таким образом, я добавляю больше воздушности фону. Если туманности маловато, то его всегда можно добавить на новом слое в режиме экран. Еще одна кривая, но с большим затемняющим эффектом для более детальной прорисовки теней. И следом сделаю кривую сильно задранными цветами. На ней прорисую блики. Здесь прорисовала дополнительные блики на слоях в режиме перекрытия. В камере RAW я допиливаю цвет. Продолжение следует. Ну и под занавес можно порисовать на среднем сером слое, меняя режимы наложения кистей. Углубить тени, нарисовать самые яркие блики. Летящие лепестки я нарисую при помощи готовой кисти лепестков. Настраиваю кисть и рисую. Трансформирую, подгоняю, размываю в движении и по гауссу. Так как лепестки делались отпечатками готовой кисти, они плоские и невыразительные. Я отрисую их режимами кистей, чтобы придать лепесткам объём. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляю резкости финальной картинки. По желанию можно добавить еще больше мягкости и дымчатости работе. Просто порисую готовой кистью тумана на новом слое в режиме экран. Рисую осторожно, стараясь не попасть на модель, а лишь вокруг нее. По окончанию еще раз поправлю цвет в камеру RAW и работа готова. Можно сохранять для веб. Надеюсь, урок был интересен и полезен для вас. Буду очень рада, если этот мой урок вдохновит вас на создание своих собственных шедевров. Делитесь результатами, оставляйте свои комментарии. С вами была Татьяна Чернова. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok